Приветствую, друзья! Добрый день! С вами Лена, канал Ленуся Мур. И мы с вами тут повышиваем наш пандемик. А я в это время... Ну, то есть тут я вышивала его час с лишним, сократила до 10 минут. И сейчас сяду у окошечка, и пока там пандемик вышивается уже сам с собой, немножко расскажу вам, например, про наши яйца пасхальные. Мы научились делать яйца давненько, уже лет 7 или 8 назад, не помню точно. Пришел один человек, и по доброте душевный показал нам, как это делается. Правда, тогда она нам показала все это на клеем хозяйства. Саму обшивку яйца мы тогда обклеивали, а не обшивали бархатом. И так мы поделали некоторое время, но, сами понимаете, возня с клеем – это не самая приятная вещь. Особенно, когда клей вот этот момент, он пахнет, и слишком много работы с этим клеем не доставляет. Не то, что удовольствия, а напротив. Так вот, и мы постепенно думали, как это дело. Не знаю, кто-то из нас додумался, чтобы придумали. Короче, мы способ пользоваться не клеем для обтягивания яйца, а обшивать его. Придумали, как отшивать, отработали эту технологию, как это делать экономично, удобно и быстро. И теперь, в принципе, мы делаем это достаточно легко, чисто, экологично, без всякого клея. Если кому-то это интересно, то я попробую, может быть, ну, если захотите, напишите. Я вам покажу, как мы это делаем, попробую. Это довольно легко. При небольшой сноровке там три яйца обтянул, и ты уже все делаешь как надо и легко. Вот тут вот как раз нашу Катю обучали этому делу. Она у нас первый год, и поэтому раньше с яйцами не связывалась. То есть дело не имела, не делала. И мы ее буквально там за два урока, за два занятия обучили этому делу. Так что нетрудно. Короче, когда мы освоили обтяжку яйца при помощи шитья, у нас, так сказать, получилась неограниченная, может, возможность делать эти яйца. И мы их стали делать сначала для себя, для подарков своим знакомым. Потом стали делать для храма и отдавали их в свечной ящик, их там продавали. А потом нам поступил заказ на эти яйца к Пасхе. Один хороший батюшка, у которого небольшой храм в Новом районе. И он попросил нас сделать штук 20-25 этих яиц. И мы ему сделали за деньги. Это был оплаченный заказ. И надо сказать, что денежки к Пасхе никому не помешали. На следующий год, к нашему удивлению, он заказал уже не 25, а 35 штук. А потом 45, и потом 55. Короче, в итоге мы по 50 штук уже стали делать ему за деньги. Ну, такса у нас все время была одна и та же, 250 рублей. Несмотря на никакие там перверции этого самого курса и прочего. Ну, нас устраивало и его устраивало. Он у нас брал. Мы все время спрашивали, куда он их... Ну, поначалу спрашивали, куда он их девает. Но он как бы сказал, что он просто раздаривает. Раздаривает своим знакомым прихожанам, которые приезжают к нему на Пасху. К гостям. Ну, ладно, нам-то что, мы делали и нас это устраивало. То есть мы ему заготавливали, как только начинался пост, мы заготавливали коробку этих яиц. И за две недели до Пасхи ему сдавали. У нас тогда было 5 человек, кто делал яйца. Примерно по 10 на каждого приходилось. Ну, кто-то делал поменьше, кто-то делал побольше. В целом 50 штук мы сделать могли. Но потом настала корона, батюшка наш сильно заболел этот, и ему стало ни до чего. И храмы там позакрывались, и все такое. И как-то это прекратилась тенденция. И мы, собственно говоря, думали, что больше яйцами заниматься не будем. Но вот в этом году другому хорошему батюшке наша Ольга решила немножко помочь. Сказала, что будет делать ему яйца для его храма. Захочет – продаст, захочет – раздаст. Ну, в общем, немножко его поддержать таким образом. Ну, и мы все подумали и решили, что мы тоже можем присоединиться к этому. И тоже сделать хотя бы по 3-4 яичка. Вспомнили молодость, так сказать, стряхнули стариной. Собрали заготовки, которые у нас оставались деревянные. Собрали кусочки бархата, которые у нас оставались. И засели, раскрыли большой стол. И засели кружком, как в старые добрые времена. Весело, приятно. Такая милая получилась компания. И с удовольствием сидим. Уже третью неделю занимаемся. Мы забираемся по разуму неделю, по четвергам. И уже третью неделю мы занимаемся яйцами. И еще четвертую неделю позанимаемся. А потом уже надо будет их отдавать. Яйца мы делаем на деревянных заготовках. Это обычные деревянные яйца. Размер их бывает разный. Куриные яйца, гусиные яйца. Ну, обычное куриное или среднее между гусиным и куриным. Гусиное немножко крупноватое, дороговато. Ну, его работы больше просто на нем. Поэтому куриные и средние. Бархат для этого дела годится только стрейч. Ну, естественно, годится бортовый, малиновый, красный. Но неплохо смотрится по опыту зеленые. Темно-зеленые и синие. Тоже хорошо смотрится своеобразно. Всякие там другие светлые оттенки. Они не очень. И используется обычный бисер. Обычный самый. Мы покупали бисер просто в магазине. Покупали цвета. Размер мы тогда ничего не знали про размер. То есть это обычный размер. Там десятка, одиннадцатка, скорее всего. И лучше, чтобы он был не прозрачный. Потому что бархат темный. Фон получается темный. И прозрачный бисер, он просто, ну, как бы тухнет, теряется, съедается. Поэтому лучи не прозрачные. Хотя некоторые прозрачные. Но у которых, скажем, прокрашенная сердцевинка. Серебристое, золотистое. Вот эти хорошо себя показывают. Они хорошо мерцают, играют. Туда же годятся блесточки. Делали мы из конетелью. Наташа наша делала из ленточек букетики. Обычный букетик розочек в центре этого обтянутого бархатом яйца. И клей у нас в одном случае только используется для того, чтобы галлон, золотой галлон, пришить, приклеить по краю, по шву. По шву, по центральному шву, главному, который делит яйцо пополам. И который, понятное дело, нужно замаскировать. Вот он галлоном и маскируется. Это единственный клей, который у нас используется. Фантазию проявляет каждый в меру сил и возможностей. Есть варианты просто уже по готовым нашим образцам делать. Кто-то там делает вообще художественные вещи неповторимые. Но это я, например. Я, например. А девчонки предпочитают делать опробованные уже варианты. В принципе, в общем, все равно получается у каждого по-своему. И в целом интересно много. Когда их много стоит, это очень занятно. Мы делали их на ножках. То есть четыре бусинки пришиваются внизу в качестве ножек. И можно делать, конечно, на петельках. На петельках, но с петельками не все могут найти, где дома повесить это яйцо за эту петельку. А поставить его на ножках, в принципе, там можно на любую полочку. Поэтому ножки предпочтительнее. Но с ними возни больше. Их надо сбалансировать. Их надо расставить так, чтобы это яйцо не заваливалось ни назад, ни вперед. Чтобы они все были симметричны и равномерны. В общем, это такая дополнительная возня. Петельку, конечно, сделать проще. Я вот пока не заморачиваюсь сейчас в этот раз. И просто делаю петельку. Что еще мы там делаем? Пришиваем. Такая у нас есть... Ну, пришивать можно чем угодно. Например, с детьми я пришивала в воскресной школе. Мы тоже делали яйца. И там пришивали просто ниточкой. Либо в цвет самого бархата, либо в средний такой золотистый цвет. Годится для всего. Можно просто обычной ниточкой. Единственное, что у вас иголка-то все время бисерная. Чтобы туда прошел бисер. И поэтому ниточка толстая. Вы туда не втянете. Или девчонки вот у нас пришивают золотой ниточкой. Ну, такая бывает, знаете, на больших бобинках. Тонкая, одинарная ниточка. И ей тоже можно пришивать этот бисер. Еще раз приветствую. Давайте посмотрим, что у нас натворилось. С пандемиком удалось сделать две тысячи. Это вот этот скворечничек. И все. Потому что, да. Четверг, во-первых, я ушла. На работе была, пришла устала. Ничего не делала. В субботу гости. И мы в субботу ходили на исповедь. В общем, в субботу выпала. Четверг выпал. И заодно только в пятницу и кусочками кое-где две тысячи я все-таки набрала. И так вот теперь это выглядит. Проценты, конечно, поприбавились. По-моему, симпатично. Во всяком случае, мой пандемик будет отличаться от других. Это очевидно. Короче, вот этот угол темнее. Сильно надо вот сюда прибавить темного. Уравновесить. А то тут что-то одно это светленькое пошло. Уравновесить надо темненьким. И будет здорово. Что еще я успела сделать? В воскресенье в дополнение взяла девочек. Девочку первую. Номер один. Китайскую девочку. И вышло тут 444 стежочков всего. Потому что в воскресенье опять-таки мы были на службе, на причастие. А вечером пошли на соборование. То есть времени было опять мало совсем. Ну вот, юбочка началась. Немножко более контрастные вот эти темные, чем как бы должны быть, мне кажется. Ну да ладно. Вообще, с девочкой я все время думаю, что мне делать дальше. Вот у меня тут полтора метра, знаете, этого Белфаста. Полтора метра. Вот так вот он выглядит. Я думаю, так допустим, вот одна девочка, другая девочка, третья девочка. Еще остается кусочек полтора метра. А может мне сделать подушку длиной в полтора метра, расположить девочку тут, девочку тут, девочку в центре, а между ними еще что-нибудь. Видите, жалко резать кусище. Как раз бы вот у меня под новое окошечко такую подушенцию поставить. Видите, у меня уже почти готово. Муж делает мне светелочку. Ну, за исключением задней части, здесь вот уже вполне можно жить. Пока еще не совсем, но уже скоро. Совсем скоро. И вот сюда вот, под окошко, хочу положить такую длинную подушку. В общем, пока думаю, думаю на этот счет. Все равно очень много получается. Даже если представить, что она такая, такая, такая. Сюда РТО вставить, такие чайки с пристанью. Там те РТО, которые я долго-долго искала. И тогда получится такая подушка из сюжетов, которые долго искались. Ну, такая длинная. Это надо купить целиком. Синтепон большой. И просто его в рулон скатать и в такую подушенцию запихать. Как это все будет выглядеть интересно. Ну, в общем, такие дела у нас. Мысли. Потом, что еще? Какие мысли? Получается, что у меня первая половина недели гораздо более продуктивна. Это понедельник, вторник, среда. Это полностью безраздельно. До них можно посвятить вышивки. А вот вторая половина недели, там четверг выпадает, колокольня. Суббота выпадает, гости. И остается полноценная только пятница. То есть как бы несправедливо получается. По отношению к тем, кто попадает на вторую половину недели. Им меньше определенно достается времени, чем тем, кто повезло, кому попасть на первую половину. То есть вот этот момент надо урегулировать. У меня еще будет такой месяц, а может и два раза даже еще, когда надо будет всех из сундука сделать. Двое из ларца одинаково с лица. И вот этот момент надо предусмотреть. И я подумала, что раз так, то может быть это дело уравновесить следующим образом. В понедельник взять, например, и делать сказки. Ну да. И тогда останется вторник, среда на процесс первой половины недели. И пятница с половиной субботы на... И может быть вечером четверга на процесс второй половины. То есть более-менее равновесно может быть. Еще там у меня останется в конце месяца кусочек, два дня. И может быть там тоже надо поделать сказки. Потому что сказки что-то вообще заброшены. И я подумала бы, может быть надо бы сделать опять, ну так же, как некоторые и многие делают. Вот утром, например, отшить по ниточке. Но со сказками это не очень-то пройдет. Там ниточка не получается зашить. Там разбросанные одиночки не выйдет. Опять же, по количеству крестиков вышить какое-то количество. Но это совсем не то, например, что вот здесь вышить 400 крестиков. И там вышить 400 крестиков. Это будут очень разные вещи. А просто по времени, например, взять и часок утром повышевать сказки. Может быть, может быть, может быть. Ну, не знаю. Я боюсь, что я поленюсь, заленюсь. Или найду какие-нибудь оправдания, чтобы пропустить она. А потом буду сама собой недовольна. И у меня получится тогда эти самые не очень положительные эмоции. Ничего бы не хотелось. Вот. А поэтому вот эту обязаловку пока я не хочу такую вводить. Но вот Наталья уютное творчество рассказывала вчера в новом видео, что она на целый год, получается, отложила сказки. И очень по этому поводу печалится. И я думаю, мне тоже не хотелось бы. У меня... Ей-то надо ставить это все на раму и так далее. Сложно. А у меня-то сказки вообще стоят под рукой. Вот рядом соседние пяльца. И еще мне мешает брать их в любой момент как бы, да. Другое дело, что это сам по себе сложный процесс. На него просто так не сядешь, там ниточку не вышьешь. То есть все равно это копошение довольно-таки серьезное. И поэтому вот я и подумала. Давайте-ка я понедельник потрачу на сказки. И... А там видно будет. Понедельник потрачу на сказки. Вторник, среда у меня остается. Я буду брать рыцарей и драконов. На вторую половину недели у меня остается Хаэт. И на начало следующей недели остается Геральт. И затем на конец месяца еще два дня сказки. Вот такой я решила сделать режим пока. Думаю, что это будет неплохо. А с этой подушкой надо думать. Думать. Я вот думаю прям, что сделать. Почворковские вставочки между ними. Поставить. Вышитые какие-то вставочки. Не знаю, вообще хорошая ли это идея делать такую длинную подушку. Не помешало бы. Вот я бы сюда в уголок положила бы эту подушку. Занять этот уголок. Можно даже сшить по форме уголка. Так вот ее такой вот формы. В профиль. Да? И еще один пустячок интересный хочу сказать. Вот вы знаете, для того, чтобы поставить лапку для стежки, нам, как говорят в инструкциях, снимите вот эту лапку, открутите вот этот, снимите лапку, да, вы сняли лапку, открутите вот этот самый держатель лапки, да, и потом ставьте эту. А тут вот такой маленький приятный пустячок. Можно, не снимая отдельно лапку, сразу снять вместе с лапкой. Вместе с лапкой снять. Видите? Прямо вместе с лапкой. И, во-первых, они будут не разобраны, их легко не потерять, и потом также целиком поставить. Это мелочь, но приятно. Еще один важный момент, на котором, как я выяснила, многие спотыкаются. Не я одна. У меня тут сердечный приступ чуть не случился. Я решила, что я сломала машину. Вот там есть сзади рычажок, который убирает транспортер. Вот, сейчас мы уберем транспортер. Убрали, да? И все, он убрался. Затем, когда надо поднять транспортер, опять мы раз двигаем рычажок на место поднять поднятый транспортер. А зубчики не выходят. Видите, да? Я когда с этим столкнулась, я решила, что все, ребята, я сломала новую машину. Никак, он не реагирует. Там хоть как двигай этот рычажок, транспортер... Вот он, рычажок двигается, транспортер не двигается вообще никак. Вот он стоит в положении поднятого, а он опущен. Я только куда только не спрашивала, где только не написала. И они все говорят, а-бада-бада, там надо к мастеру обращаться, с новой машиной. Или, типа, почистите машину, она у вас засорилась совсем. Ну, как она засорилась, когда она вообще новая абсолютно. И только одна девочка, такая, немножко китайской внешности, выпустила очень коротенькое видео, в котором объяснила, что, друзья, когда вы поставили снова в положении поднятый транспортер, возьмите и прокрутите колесо. Прокрутите колесо несколько раз. Вот так. И у вас он поднялся. Поднялся. На место встал. Вот и все, вот и надо. Ни в одной инструкции это не написано. Нигде такого указания нету, что вы не просто верните транспортер в положение исходное, а прокрутите несколько раз маховик. И все. И он тогда вылезет. Только тогда он вылезет. А то, знаете, можно и сердечный приступ получить. Чуть со мной так не случилось. Ничего себе. Думаю, я новую машину запорола сразу с первого хода. Думаю, едва только. А девочка-китаяночка как раз так и объяснила. Она говорит, с чем сталкиваются многие, начинающие пытаться стягать вот именно с этим моментом, что они опустили транспортер, а потом не могут его поднять. Все. Впадают в панику. И это дело бросают и откладывают. Оказывается, вот и всего-то надо. И почему бы этот момент не написать в инструкциях, что верните этот самый рычажок в положение поднятого и при этом поверните пару раз маховик. Почему бы этого не сказать вообще и не пугать людей, я не понимаю. Вот, кстати, я купила ниточки на озоне. Заказала набор всяких разных цветов на первое время. Буду... У всякие разные... Мне кажется, подойти должно качество, хотя это и китайские нитки, но зато быстро пришли. И потом, я смотрю, здесь вот такая коротенькая шпулька и большую катушищу. Туда просто-напросто не влезет большая катушка. Как ее ставить? В отдельную крошку, как люди говорят, или делать отдельную какую-то стойку. В общем, интересно. Пока что я не вижу возможности сюда большие катушки ставить. И вот мой блок гуси. Еще раз я попробовала. Она попыталась. Моя попытка. Меня вообще не интересуют никакие блоки, кроме квадратиков и вот эти гуси. Гуси заклинило меня на гусях. Вот так вот выглядит моя горенка. Смотрите, окошечко надо помыть. А еще я делаю икону. Реставрирую Архангела Михаила. Надо мне его к Пасхе закончить. Вот такой большой. Вот такой большой. Ну и вот, смотрите, как удобно. Вот такая вот штучечка, прикрывашечка. Раз убираешь, не надо возиться ни с какими платочками. Убрала и смотрим, что тут у нас на сказках-то. Ну вот, надо заделывать вот эту вот голову. Тут немножко зелени, тут немножко темненького и кусочек неба. В принципе-то не так много и осталось тут. Может быть, тысячи две с половиной от силы. В принципе, до конца месяца можно заделать этот кусок. В общем, сегодня займусь я сказками, ребята. Итак, мои дорогие, смотрим наш результат вчерашний. Убираем нашу прекрасную, шикарную, с гусями, с летящими накрывашечку нашу мякенькую, сшитую. Ой, прелесть. Так, ладно. Убираем и смотрим, что у нас получилось. У нас получилось, что мы не... Ну я, понятно, да, неплохо в вашей компании вчера поработала и зашила всего рыцаря полностью. Вот этот весь его торчащий кусок, вся его голова заделана. Вот на этой площади уже все... Никаких дырочек нету, все сделано. Осталось вот немножко ворон, крыши, небо, тут вот зелень. Ой, мне удалось вчера сделать где-то 570 за весь день крестиков. Ну, надо сказать, что весь этот рыцарь состоит из одиночек практически. И за весь день, причем такой полноценный вышивальный день, достаточно спокойный. Мне удалось сделать на этом процессе только 570. Причем я уже упиралась напоследок, там дошивала последнюю ниточку, чтобы убрать вот тут вот кое-какие оставшиеся дырки. Так что это очень нелегко. Если на другом процессе за день можно и 1200 сделать, то здесь нет. Категорически нет. Ну вот, все, хорошо. С этим мы покончили. Покончили и накрываем. Смотрите, как удобно. Накрыл, ничего не висит, не пылится, легко убирается. На него, опять же, удобно что-то положить. Красота. Остался у нас, значит, что? Рыцарь. Рыцари и драконы. Рыцари и драконы. И затем Хаед. И напоследок Геральт. Нынче будем заниматься два дня, получается. Вторник, среда. Рыцарями и драконами. Это схема... По-моему, это лонгдок или кто? Наверное, да. Но я его капитально переделала. Убрала там, много убрала. Кое-что переставила туда-сюда, местами кое-что. Ну, в общем, попробую вам показать где-нибудь в уголочке, что было и что стало. Ну, мой вариант мне нравится гораздо больше. Он гораздо веселее. Менее... Менее такой... Ну, он как бы не то что... Ну, не такой... Не такой увесистый. Более легкий. Не в смысле легкий, вышивать легче. А в смысле... Ну, как это сказать, господи. Ну, короче, веселее. Веселее вышивать. Не такой массивный. Не такой... Ну, мой лучший, короче. Мне мой больше нравится. Что тут можно сделать? Ну, надо, наверное, ходить вот так вот вокруг и добавлять вот здесь пока можно, чтобы вот эта площадь заполнялась. Сколько я добавлю за эти два дня, не знаю. Я давненько не брала его в руки. Надо опять приноровиться. Что-то такое. Мусор. И посмотрим, посмотрим. Ну, это турецкая равномерка. Это четвертый уже заход с этими рыцарями. Турецкая равномерка не очень равномерна. Чуть-чуть в данном случае вытягивается в длину. Но поздно я узнала про то, что нужно было ее постирать, и она бы стала равномерной. Но ничего страшного. Постирается потом. Станет равномерной. Так что, друзья, вот что нас ждет. Муж отключил свет. Делает мне освещение в моей новой коморочке, норочке, скворечничке. А я включила телефон, свечу телефоном, и одной рукой вышиваю. Вышивать-то ходится. А тут просто черные нитки по светлому фону. В принципе, можно и в темноте. Тут на камеру выглядит даже светлее, чем есть на самом деле. У меня темнее. Вспомнишь, как это раньше женщины вышивали при лучине. При свечке, если повезет, что-то так при лучине собирались компании в долгие зимние вечера. Сидели с лучинами, чтобы сильно много света не жечь. Да и веселее. И хозяин, это самое, рукодельничали. Вышивали, шили, вязали, ткали. Ой, нет, не ткали. Пряли. Ткать это летом делали. Хотя, кто знает, может и зимой ткали. Ну, вот, например, тканский станок у нас стоял во второй избе, которая летняя. Так что, наверное, летом все-таки ткали. А зимой все остальное. Рукоделье более мелкое. В принципе, можно и так работать. Вот небольшой, большая подсветка. Сага работает без интернета. Света нет, значит, интернета нет у нас. Ну, сага без интернета работает. Телефон подсвечивает. Если вот что-то такое, простое, на случай отсутствия света иметь. Типа вот такого одноцветного сэмплера. Так и вообще красотища. Можно вполне так вот вышивать. В таких вот первобытных условиях. Сейчас он там подключит всю систему. Он же мне тут розетки делал, провода тянул, лампы вешал, подсоединял все это к электричеству. Сейчас пошел, отключил все электричество в доме. Ну, я думаю, скоро загорится свет. О, вот он. Загорелся. Со светом, конечно, удобнее, надо сказать. Можно вышивать не только черно-белые картинки, а еще и цветные. Да. Не ценим мы благо цивилизации, которые имеем. Ценим только, когда лишаемся. слава богу, что ненадолго. Хотя, в принципе, можно приспособиться и жить в любых условиях. Человек, как известно, привыкает ко всему. Абсолютно к чему угодно. Нам только кажется, что мы такие нежные, а на самом деле очень даже выносливые, если понадобится. О! Браво! Браво! Что? Хочешь сказать, что все? Там надо убрать инструменты, доски, гвозди. Трепещу! Трепещу! О! Здравствуйте! Удивительно! Хотя, с другой стороны, что удивительное. Я всегда удерживаюсь, что у меня что-то получается. Главное. Трепещу. Трепещу. Трепещу! Трепещу! Так, ну это смотри, это пока обычный рабочий, я еще буду здесь один или два стильных добавить. Ну хорошо, пока этого хватит, будет прикроватный светильник, общий светильник, пока этого хватит, еще эти краба будут, но сейчас я все застелю там ковра, это вообще десятое дело, это в любой момент можно поставить, когда все будет застелено, а вообще ничего мешаться никому еще не будет. Ну мы сами-сами, я даже помою, может там, даже тряпочкой влажной протереть. Ну зачем шваброй, швабра вонючая, просто тряпочкой. Там же сильно мочить нельзя, это же арголит. Так, здесь какие-то бумажки валяются, нет вообще внимания. Ну ты главное забери все, что надо убрать. Сейчас мне надо, я сбираю, так-то мусора по мусору. Окей, окей. Окей. Что-то там для занавесочки придумай, два гвоздика сразу. Ты что, на самом деле хочешь просто занавески здесь поставить? А что ты хочешь? Ну... Ну пока-то мне надо чем-то занавесить. Я не хочу сейчас сидеть прямо на виду всей улицы. Я тебе пришуруплю два шурупчика. Маленькие, незаметненькие. Да. Ты там просто веревочку натянешь. Ну да, да. А потом сделай мне там жалюзи, что ли. Да, потом... Как у Вали. Как у Вали. Да. Как у Вали. Вот здесь вот, было. Здесь нормально. Горазую не горажуется. Чтобы окно можно было открыть. Я на самом верху сделаю. Это получается не на всю длину, но свет будет загораживать весь. Не на всю раму. Ну понятно. Найдешь тут вашу рубочку. Не пугайся, а тут временно. Ладно. Лучше я тебе еще пару розеток поставлю. Хорошо. Да мне и надо мне включить две. Вообще мне надо... Это пока. Мне надо три телефона. Вот-вот. Там будет много чего. И лампа. Две. И лампу. Спасибо, Юрчка. Ну, это мой долг. Еще давний-давний. Ты тогда сказал мне, что матрешку сделай. Благодарность тебе, да. За такую красоту. Кстати, как считаешь, имеет смысл делать большую матрешку? Обязательно. Обязательно. Или уже все? На большие... Знаешь, спрос на девушке всегда. Примерно одинаковый. Там просто как это... Вот эти интересующиеся с этими матрешками, их было всегда мало, но они всегда есть. Ну, может, на одного человека может сейчас поменьше. Ну, нет. Японцы приходят... Вот у меня сейчас раз в два-три месяца приходят японцы. Вот это вот первые кандидаты. Русские тоже есть. Многие. Которые в любое время они были. Давай, флаг тебе в руки. Ну-ну. Вон матрешечка стоит, ждет что-то. Я, конечно, тоскую по этой вот... По той... По самой первой, что ли? Да-да-да. Вот это, конечно. Как бы приблизить это все к этой матрешке. Которая самая простая была? Ну, самая простая, да. Вот эта вот семья там. Вот эта такая лаконичная, сергиево-пасадская. Угу. Вот эта, она была точно... Очень оптимистичная такая, радостная. Так, главное, только здесь... Только тут вдруг, а потом... Разборки. Ну, не красота ли? Как вам мой уголок? Полочка с ниточками. Ой, все мое устройство. С освещением. Окошечко. Спаленка. Работа моя, вышивание мое. Ну вот, мы с Томасом желаем вам спокойной ночи. Приятных снов. Ангел-хранителя. Кс-кс-кс. Томас. 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 Продолжение следует...